так первая стадия кризис человек пытается вернуть близкого человека все тщетно нет никакие вот никакой возможности потому что поменять свою веру он не может сразу а такие отношения человека не устраивают он убегает от отношений потому что он дальше так больше жить не может и ничего поменяться тоже не может потому что человек слеп он не понимает что он мучает человека своей любовью он не по ним не понимает и понимать это не может потому что он путает человека с богом все он его идеализирует читает его совершенством дам и так далее очень сбежала что дальше происходит человек пытается вернуть всеми способами он старается подключает сначала есть три стадии развития ситуации первая стадия он пытается сам вернуть человек своими силами если он ведь не помогает следующие он начинает с помощью психологов там друзей старших вернуть человека не помогает дальше он идет в храм верующий он не верующий не имеет значения он идет кран куда-то в святое место если он верит в духов значит он идет каким-то баком чтобы они там пошептали что-то сделали в общем во что он верит туда идет это третья стадия не помогает дальше наступает шок это вторая стадия стресса потому что сила его и вера кончается человек не знает что делать он обесточен и во время шока у него про из проявляются две главные признака шока два главные признака первый признак он не может есть второй признак не может спать то есть он не может не отдыхать не восстанавливаться не наполняться силой этот человек находится полной обесточенности вообще и теперь смотрите если вы не можете не есть не спать три дня это не стресс это стрессовая реакция а если вы не можете не спать не есть не спать больше недели это значит что этот стресс продлится не меньше полутора лет если вы три дня не можете не есть не спать значит это продлится где-то месяца три-четыре а если больше недели а если две недели продлится это очень серьезный стресс. И вы должны беречь прежде всего свою жизнь в этом случае, а не то, что вы хотите вернуть себе назад. Потому что можно жизнь даже потерять в этом случае свою, не то, что ты потерял. Чаще всего, если человек действительно верит в другого человека, то в этом случае чаще всего возврата нет назад, ну за редким исключением. А если человек возвращается назад, значит это был не стресс, а стрессовая реакция. Стресс всегда означает, что возврата назад нет. Теперь, могу ли избежать я стресса в этой жизни? Никто в этой жизни стресса избежать не может, кроме тех, кто верит в Бога. Причем некоторые люди думают, что они верят в Бога, а на самом деле, когда им плохо, они не к Богу обращаются, а друг к другу. Это значит, что стресс все равно будет. Нет, потому что верить в Бога означает опираться на Бога, брать силу у Бога и побеждать только с Его помощью. Ну я имею в виду, Бог означает также те, кто с Ним связан. Это наставник, это священное писание, святые места, икона, крестик там и так далее. Все это означает связь с Богом. Все это божественные предметы, также личности, связанные с Богом, также все связано с Богом. Они дают победу над стрессом. Смотрите, та же самая ситуация. Я влюбился в женщину, она не выдержала моей любви, ушла. Но я верю в Бога. Я начинаю молитву, она возвращается. Почему? Потому что это не стресс. Незачем человеку испытывать стресс, если он уже правильно верит. Зачем ему испытывать стресс? Стресс означает, что я не знаю, как верить, не знаю опираться на что. Источник моей силы ушел от меня. Вот что значит стресс. Я хочу брать силы от того, кто ушел от меня, и он меня отвергает. Получается, что я верю в то, что меня отвергает. Результат? Потери себя. Человек теряет себя.